Человек в своей повседневной жизни сталкивается с огромным количеством веществ. Мы используем вещества благодаря их свойствам, а свойства вещества зависят от их строения. Вещества бывают аморфные и кристаллические. Кристаллические решетки бывают атомными, молекулярными, ионными, металлическими. В металлической решетке атомы связаны металлической связью. Вещества с ионной кристаллической решеткой связаны ионной химической связью. Атомные и молекулярные решетки преимущественно образуют вещества с ковалентной химической связью. При помощи ковалентной химической связи обычно соединяются атомы неметаллов. Соединение одинаковых атомов неметаллов происходит при помощи ковалентной неполярной химической связи. В зависимости от полярности связи различают ковалентную неполярную и ковалентную полярную химическую связь. Атомы металла и неметалла обычно соединяются при помощи ионной химической связи. Типы образования химической связи определяются различием в значении относительной электроотрицательности атомов химических элементов. Неметаллы имеют более высокую электроотрицательность по сравнению с металлами. Электроотрицательность химических элементов изменяется в зависимости от положения элемента в периодической системе химических элементов. По периодам увеличивается заряд ядра атома, число электронов внешнего уровня и уменьшается радиус атома. По группам увеличивается заряд ядра атома и число энергетических уровней в атомах элементов. Радиус атома также увеличивается. Число энергетических уровней, заряд ядра, число электронов на последнем уровне можно определить по периодической системе химических элементов. Заряд ядра атома определяется числом протонов в его ядре. Кроме протонов в ядре есть и нейтроны, которые